Обычаи и традиции кухни народов Карачаева-Черкесии. Все это показали студенты Международного колледжа «Полиглот» на этническом фестивале «Дружба народов». Самые яркие моменты праздника в репортаже Александра Коваленко. В колледже «Полиглот» учатся студенты как из Карачаева-Черкесии, так и ближнего зарубежья. И проведение этнических фестивалей объединяет молодежь, делает дружнее. Я считаю, что такие мероприятия способствуют воспитанию у молодежи толерантности межнациональной, межкультурной. Тем более наша Карачаева-Черкесия, она многонациональна. И проведение таких мероприятий – это очень актуально, это необходимо. Из обычая вадыкского народа студенты колледжа представили зрителю свадьбу. Как проходит знакомство невесты со свекровью. Чтобы сохранить традиции предков, молодежь предпочитает проводить свадьбу в национальных костюмах с соблюдением древних набрядов. Из музыкальных номеров студенты выбрали черкесский танец кафа и песню «Сказочный человек». Этим фестивалем мы хотели доказать нашу дружбу, что независимо на различные нации, то мы крепко держимся и у нас есть сплоченность в группе. Один из широко отмечаемых праздников у славян – Масленица. Студенты колледжа показали, что этот веселый праздник символизирует окончание зимы и встречу весны, а провожают студенную зиму песнями, плясками, традиционным выпеканием блинов и сжиганием тряпичной куклы. Поскольку у каждого народа свои традиции и обычаи, мы хотели окунуться в обычаи и традиции других народностей, посмотрели их народные костюмы, попробовали их еду. Ни одна свадьба у карачаевцев и балкарцев не обходится без национальных танцев. Одним из полюбившихся у парней и девушек считается круговой парный танец Абезек. На фестивале студенты показали инсценировку абазинской лирической песни «Плачи», которая в далекие времена считалась криком души, эмоциональным всплеском, способным облегчить страдания. Цель нашего фестиваля – это дружба народов, это самая первая, самая главная цель. Мы все сплотились. Я очень горд, что я могу представлять свою нацию в таком мероприятии. И в целом, мне кажется, это все удалось благодаря нашим учителям, нашей директорисе Мажаной Савни. Спасибо ей огромное, что она устраивает такие мероприятия в нашем колледже. В завершении фестиваля гости отведали разнообразные национальные блюда, приготовленные студентами колледжа. Александра Коваленко, Салих Казанлиев, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесском международном колледже современного управления имени Магомеда Абрекова прошел творческий вечер, посвященный 150-летию со дня рождения одного из самых известных в мире русских писателей Федора Достоевского. Студенты представили зрителям литературно-музыкальную композицию «Живая христианская любовь», а также сценки по произведениям Достоевского. Подробно рассказали биографию классика. Посчитали нужным обязательно обратить внимание на этого гениального русского писателя, у которого такое количество произведений, помогающих раскрыть русскую душу. И я полагаю, что этот момент в работе наших преподавателей русского языка и литературы, он является узловым.